Эти 84 асаны, которые являются фундаментальными египетическими асанами, это 84 способа превратить тело в открытую дверь. Вообще-то, не обязательно делать все 84 асаны, если делать только одну, этого достаточно. Обычно хатха-йогины, кто серьезно занимается хатха-йогой, кто выбрали хатха-йогу как свой путь к освобождению, практикуют только одну асану, всего одну асану. Активному уму трудно понять, зачем кому-то тратить всю свою жизнь, пытаясь научиться сидеть определенным образом. Но если вы научитесь сидеть правильно, если вы научитесь держать свое тело в правильном положении, вы сможете познать все, что заслуживает знания в этой Вселенной. Это называется асана-сидди. Если вы можете сидеть в одной позе, устойчиво и комфортно, на протяжении двух с половиной часов, то мы говорим, что вы достигли асана-сидди. То есть в определенной позе вы чувствуете себя абсолютно комфортно и расслабленно. Это называется асана-сидди. Достигнув этого, человек может изнутри познать все, что заслуживает его знания. Как такое возможно? Как можно познать все, просто сидя в одной позе? Если у вас дома есть телевизор... Телевизор — это просто коробка с определенной электронной начинкой. Но телевизор превращается в целый мир. В эту коробку, которую мы называем телевизором, может транслироваться весь мир. Просто потому, что в телевизоре есть возможность приема. Если телевизионная антенна установлена правильно, если она правильно настроена, то в эту коробку, в ваш дом, транслируется целый мир. Если же антенна установлена неправильно, тогда то же самое устройство, в котором по-прежнему есть все, что нужно, становится ни на что негодным. Человек устроен так же. Отдельно взятый человек является тем, кто он есть, только как результат того, что он воспринимает. Человек становится тем, кто он есть, только из-за того, что он воспринимает. Сейчас вы являетесь тем, кто вы есть, только как результат того, что вы восприняли в вашей жизни вплоть до сегодняшнего дня. И вы будете тем, кем будете, только из-за того, что воспримите в будущем. То, что вы воспринимаете, делает вас тем, кто вы есть сегодня. Так что вся система йоги заинтересована только в усилении восприятия. Если вы правильно держите позу, если ваша сонастройка верна, и если она в какой-то степени совпадает с космическим построением, 84 позиции для сонастройки. Если кто-то принимает эти 84 позы, или может освоить хотя бы одну из этих поз, и через нее попытаться освоить остальные 83, то он сможет узнать все, что произошло с мирозданием до этого момента. Потому что память об этом находится прямо здесь, в вашей системе. Так скажем, в закодированном виде. Она может быть активирована и пробуждена, если соприкоснется с другим измерением вне вас. Так что асаны — это мощный способ. Йогасаны — это мощные инструменты для соединения. Я хочу, чтобы вы не забывали, что означает йога. Йога означает единство. Единство значит «два стали одним». Что значит «два»? В этом мироздании есть только две части — «вы» и остальное мироздание. В этом остальном мироздании вы можете говорить, что есть одно, другое, третье, но по сути существуют только две части — «вы» и остальное мироздание, потому что есть только два измерения опыта внутри вас. Вы не знаете, где в этой вселенной верх и где низ. Вы не знаете, что такое вперед и что такое назад. Все это вам неизвестно. Вы придумали все эти обозначения для вашего удобства. Единственная реальность, которую можно испытать на своем опыте, есть то, что называется внешним, и есть то, что называется внутренним. Это два измерения опыта — внутренний и внешний. Йога означает привнесение единства между внутренним и внешним, между вами и всем остальным, вами и чем-то другим. Когда не существует вас и чего-то другого, когда существуете только вы и вы, это и есть йога. Так что асаны — это физическое проявление пути к этому, физическая форма для достижения этого абсолютного единства, потому что с физическим телом работать проще всего. Если вы попробуете сделать что-нибудь с вашим умом, он будет обманывать вас самыми разными способами. Но с телом вы, по крайней мере, знаете, что оно делает правильно и что неправильно, сотрудничает оно с вами или нет. Что касается ума, если надавить на него слишком сильно, он будет обманывать вас самыми разными способами. Он заставит вас поверить в самые разные вещи, а на следующий день бросит вас. Но тело не такое. На него можно положиться. Если вы будете работать с ним разумно, йога саны, несомненно, приведут к возможности абсолютного единства. А пока, практикуя эти позы, прежде чем случится санастройка с наивысшим, должна произойти внутренняя санастройка, которая естественным образом принесет химические процессы для здоровья, радости, блаженства и, прежде всего, уравновешенности. Баланс и уравновешенность полностью игнорировали современным обществом, и сегодня оно за это расплачивается. Каким бы ни был ваш интеллект, какими бы навыками, способностями и образованием вы не обладали, если у вас не будет необходимого баланса, то вы ни в чем не преуспеете, в своей жизни далеко вы не пойдете. Так что самое главное для тех, кто хочет достичь успеха, неважно, будь это корпоративный сектор, политика, оборона или любая другая сфера, самое главное — это уравновешенность. Только если у вас есть баланс, который не могут нарушить внешние ситуации, вы получите возможность использовать интеллект и способности, которые содержатся у вас внутри. В противном случае, самые чудесные качества человека пропадут зазря. Просто из-за недостатка баланса. Хатха-йога означает баланс. Продолжение следует...